Учебные заведения с физико-математическим или химико-биологическим уклонами. Специализированные интернаты школы Дарын. Выбирай, что хочешь. Для современных учеников созданы все условия, только учись. Разница между школой обычной и специализированной есть, и большая. Это казахско-турецкий лицей для девочек. Мы попали на урок математики. Обычный класс, простые парты и знакомые задачи. Вот только решают их ученицы на английском языке. Впрочем, царицу наук здесь преподают на трех языках – казахском, английском и русском. Дополнительно в лицее обучают и турецкому языку. То есть к окончанию 11 класса школьники становятся настоящими полиглотами. «Куэкро». Естественно, математические предметы идут на английском дисциплине, идут на английском языке. То есть физика, химия, биология, математика, информатика. Вот эти вот предметы у нас идут на английском языке. Остальные предметы уже идут на своих, то есть география, история, казахский язык, казахская литература на казахском, русский язык, литература есть у нас, плюс есть турецкий язык. Не секрет, что победителями различных конкурсов чаще всего становятся воспитанники спецшкол. В казахско-турецком лицее признаются, упор они и вправду делают на подготовку к предметным олимпиадам. В лицее учатся и живут 231 ученица. В каждом классе почти по 25 человек. Это самое оптимальное количество, ведь объяснить им урок намного легче, чем 40 детям, как это чаще всего бывает в простых школах. Правда, в казахско-турецком есть и свои минусы. За питание учеников частично платят их родители. Наполнительные учебники и единую форму для школьников тоже покупают мамы и папы, а это достаточно затратно. Государственное коммунальное учреждение – наша школа. И как нам управление образованием, какие льготы дают, мы те льготы и предоставляем. То есть это малообеспеченные, многодетные семьи или дети-сироты. А это школа номер 8. Теперь она гордо носит звание специализированной гимназии для одаренных детей. Своему статусу учебное заведение соответствует. Предметы здесь тоже преподают на трех языках. Когда школа переходила на трехязычное обучение, учителям в срочном порядке пришлось получать дополнительное образование. Я сама раньше была учительницей английского языка. Семь лет назад я решила получить второе образование и поступила на биологический факультет. Сейчас преподаю биологию на английском языке. Конечно, было трудно изначально, но все получилось. Моему примеру последовали и мои коллеги. В 8-й школе гимназии большое внимание уделяется командному духу учеников. Задания они выполняют в группах. Этот метод раскрывает способности детей и исключает появление отстающих учеников. В гимназии есть кружки для творческих натур и даже для будущих бизнесменов. В 8-я гимназия – это очень дорогое удовольствие для Южно-Казахстанской области, потому что на содержание нашей школы у государства уходит, буквально будем говорить, в полтора раза больше средств по сравнению с обыкновенной школой. Потому что у нас, я еще раз говорю, предметы группы, классы делятся на три группы. При изучении английского языка наши классы делятся на три группы сейчас. Предметы, которые преподаются на английском языке, тоже делятся, могут делиться на три группы, но мы сейчас делим на две. 40-процентная надбавка учителям, которые преподают предметы, которые называются профильными. За владение английским языком преподавателям доплачивают, но и требования к ним выше, чем в обычных школах. Областное управление образования строго следит за результатами ЕНТ. Средний балл учеников в лицеев и гимназии должен намного превышать показатели обычных школ. В этом году мы ставим непростую задачу перед специализированными школами для одаренных детей. Их ученики на ЕНТ должны набрать в среднем 100 баллов, а в других учебных заведениях средний балл на национальном тестировании 80-90 баллов. Ближе к концу учебного года в лицеях, гимназиях и школах дары начнутся вступительные экзамены. Бояться их не стоит, успокаивают педагоги. Абитуриентам надо лишь осилить обычную школьную программу. В казахско-турецкий лицей, например, учеников принимают седьмого класса. По блату поступить в престижную школу не получится. Экзамены строго контролируют соответствующие органы. На сегодняшний день в нашей области работают 18 специализированных школ. Семь из них находятся в Шымкенте.